Добрый-добрый-добрый день всем! У микрофона друг это студия игрокам ТВ И мы начинаем матч между командами Dream Gaming и TongFu Только что TongFu проиграли две игры подряд в команде NewBeeY NewBeeYang И я думаю не все в порядке в команде TongFu С точки зрения дизморали они вообще тут преуспели Две катки проиграли Если первую по факту действительно они без шансов проиграли То вторую должны были выигрывать У них мидгейм был 100% за командой TongFu Они ее слили команде NewBeeYang Возможно недоконтролили Возможно это какой-то разлатый незнание что делать со своими героями Кто знает ничего не будем особенной сочинять здесь Ну команда TongFu на данный момент уже укомплектовалась по героям Посмотрим как они будут против Dream Gaming вообще выстреливать И сработает ли их комба Undying, Phoenix, Leon, Storm Spirit и Luna По запаку конечно TongFu По запакованности героями крутыми TongFu очень хорошо смотрится У Dream Gaming есть Axe, Lina Antimax есть в пике Это хороший Прям не то что хороший Это роскошный керри Но этому роскошному керри требуется время Ему необходимо время, ему необходим нормальный дэмэдж Ну на самом деле можно было Лину поставить в мид Axe с Рубиком отправить Легкую формитель или сложную, неважно куда Магнус очень нужен команде Dream Gaming По-моему очень и очень нужен команде Dream Gaming Магнус И даже не столько ради РП, сколько ради Эмпаура Которая на Antimaga будет вешаться И фактически сэкономит ему уйму времени На фарм И позволит обходиться без Battle Fury Ну глянем Изучали ли доту игроки команды Dream Gaming Скорее всего изучали Но будет ли здесь Магнус или не будет Узнаем Скайросмак для Dream Gaming Значит расстановка лайнов будет Немножко Иная В итоге у нас Antimax Пойдет фармить легкую Будет саппортить его, я думаю, Скайросмак А Рубик либо отправится с Аксом Либо Либо тоже будет нянчить антимага Вдвоем, в принципе Не лишним будет Своему мейнкерри саппортить Что это такое? Это что это? Очень странный ледяной путь Первая фигура Настолько странная Которую я видел вообще Среди построек Команда Dream Gaming Уже отправилась во вражеский лес И здесь Тонг-фу Очень сильно рискует Если подставятся Кабу и Ред Могут и не вывести Все-таки в пятером идет Команда Dream Gaming Чем Застопить Засловить Есть Есть Терекенесу Рубика Он уже двигается первым Лина уже лайтстракера И прокачала Вдогонку Никто никого бить Бить здесь не будет Будут Просто убивать со старта Ну по-моему Кабу здесь Может встрять Да, обходят у нас Кабу Кабу надо просто бежать Как можно быстрее Полетели у нас сопли От Скайра Смага Стопят здесь Кабу Начинает нарезать Антимаг Но он здесь в соло В принципе Поэтому Кабу должен уходить Ну и за Редом В итоге Выдвинулась команда Dream Gaming Вряд ли здесь ловят Хотя могут Леона забрать Да, Леона возвращает назад Пошел у нас Станут Лины Томфу теряет ФБ Отдают Леона Просто на ровном месте Вообще Они видели Все Знали И почему здесь Стал Леон Стоять Наблюдать с горы Как идет Его верная смерть Меня Даже спрашивать Не хочу Его дело Не нравится Не умирать Окей Пожалуйста Первый фраг Первый фраг Для Кого 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 Сейчас скажу Рубик забирает у нас ФБ Айо шел первым Айо забрал First Blood Undying Уже 3 Дикее на нем Еще один Дикей Undying Сильный и жирный 910 ХП у него Не знаю что делать Рубику вместе с Undying Вместе с Скайра с магом Ну разворачивается Ничего еще Настреливает по Undying В итоге ХП спало Дикей закончился Его действие Окончилось И Undying Не стал продолжать Погоню Да и Ребята из команды Dream Gaming Тоже развернулись Не решили сдраться Антимаг Отправился у нас На сложную Треплой Как я понимаю А Акс Соло формит Легкий лайм Почему антимаг Идет на базу Ну-ка Ответьте на этот вопрос Регенится Идет регенится Красная панда Курьер У команды Dream Gaming Антимаг у нас Отправляется на Легкую линию Скорее всего Акс будет тогда Перемещаться на Сложную Там фармить в Трипле Ну что Неужели АМ Будет в Соло Стоять Акс Пока просто Отходит В лес В принципе Можно и на Отводах Поиграть Антимагу Организовать Нормальную Комфортную Ситуацию Но тогда Кто здесь Фармит Скайросмаг И Рубик Для кого Это линия Что здесь Делать И кому Здесь Что угодно Делать Акса Тоже Сюда Поставить Проблематично Все-таки У Луны Есть Люсен Бим Она в Доминаторе Кстати Да По моему В Доминаторе Или Луна Не ошибаюсь Нет 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 Шлем Просто сам по себе Очень похож на Доминатор Хелм В Доминатор 1-0 По прежнему Счет Дримгейминг Забрали Фестблат Мы его Видели С вами Ну и по фарму По фарму Все в ноль Все одинаково Почему линию Одну отдали Рубику У меня вопросы Неужели Айо у нас будет Влыть И тут творить Чудеса Ну Это несерьезно Даже Под хостой На Мидлейн Демон Срывается Ну и Забирают у нас Второй килл Игроки команды Дримгейминг Акс сюда пришел Ну уже поздновато Лина и так Все что необходимо Сделала У Лины 4 С копейками Левел уже есть Мидлейн Для этого персонажа По моему Вообще Простяцкая линия Ну и Лина у нас Будет Ранние артефакты Выходить Хорошие Дамажищие Да и я думаю Мобильные Скорее всего Появится Юл Для Лины А там посмотрим Либо Шадоу Блейд Либо Даггер Либо вообще Ничего И Лина пойдет В агоним Есть у нее Тоже такое право Ну что Пассивка в 1 Лайтстрайк Керри в 1 И Драгон Слейф В 2 У Лины вкачен Формить можно Харасить Харасить Нонстоп Ю9 Тоже можно Поэтому У Шторма Здесь проблемы Да и вообще У команды Тонфу Повсеместно проблемы Акс перемещается На нижний лайн Антимага отправили Оставили фармить В соло По галде 500 есть у Аэма Приобретает себе Пурменшилд Ну и посмотрим Что будет с Фениксом Здесь Сможет ли Феникс У нас Сгноить в итоге Антимага Не знаю Не уверен в этом Совершенно Не уверен Уже на лоу хп У нас Феникс За счет спиритов Тут Проседает Сам от себя Да вообще Феникс Из тех парней Которые себя Дамажить очень любят Чем угодно То ли это Санрей То ли это Спириты Транквилбутсы Уже есть для Феникса По фарму 17 на 6 У него У Антимага 7 на 4 По Нетворсу Феникс На 4 месте Антимаг Очень глубоко Антимаг у нас На 7 месте 4 минуты сыграно Опять же По галде 0 По хп 250 Всего лишь В пользу команды DreamGamer Забирают Скайросмага Первый фраг Для команды Тонгфу Забирает его Луна Для нее это прям Подарок Скайросмаг Здесь Отъезжает И Акс у нас Где-то на лоу хп Под Тауэром Разобрали Шторм Спирита Вторая смерть Для мидера Команды Тонгфу У Лины Уже почти Шестой левел У Шторма Пятый Но шестой левел Лины По-моему Поинтереснее Немножко будет Чем шестой Шторм Спирита Да Боллайтнинг Это хорошо И интересно Но Боллайтнинг Можно не успеть Провязать Если Лина В тебя даст Лагуну На половине хп Это не проблема Для Лины В принципе Рэндж тут Вы знаете Прекрасно чокнутый Вот Поэтому Поэтому Вообще Без вопросов Главное У-9 Где-то Подставится Там Лина Его Щепки Разорвет У Феникса Уже после Транквил Есть Сейдж Маск Готовится он Выйти в Урну В Шадоуз Как дела У Антимага У Антимага Ничего кроме Пурман Шилда Будут на себя Кайтить Кстати Феникса И Карус Дайв Правда Есть у Феникса Это не проблема Отсюда улететь А вот здесь Его уже ждет Акс Очень грамотные Действуют Команды Дрим Гейминг Окружили Феникса Феникс Не в кусты Улетел А отошел Чуть-чуть Назад На собственную Линию А вижены Не имел И там Акс Ждал его Акс Громко Крикнул Привет Чем Загрел На себя Феникса Ну и Развалили 1-4 Дрим Гейминг Наказывают Тонг-фу Все сегодня Наказывают Тонг-фу Прям мальчики Для битья Какие-то Солринг Есть у Феникса Только-только Себе приобрел Ну по голде 3 Так Рубик у нас Проседает По хеллс-поинтам На топ-лейне Забирает Второй фраг Луна 2-0-0 На данный момент У Реда И все 2 килла Которые Тонг-фу Сделали Все это Село для Луны И это великолепно Для команды Тонг-фу Как там дела у Шторма У Шторма 0-2 Счет Он только фидит Пока Луна Там пыхтит И убивает саппортов Штормспирит Фидит Но это его личное дело Акс в это время В лесу Фармит себе На даггер Как там Антимаг Себя чувствует Антимага Есть Ринг оф Хеллс Пурман Шилд И пока что Больше ничего Для Аэма Он по Нетворсу На Шестом месте И это Плохо Это очень плохо 19 на 5 Крипстат у него 31 на 22 У Реда Ред тут фармит Все что движется И убивает И доняет И всего по чуть-чуть Ну и У Феникса уже 30 на 6 По золоту Феникс тоже Неплохо себя Чувствует Солринг есть Есть Транквил Еще и сверху 3-2-2 Вот сейчас накапало С чего бы это вдруг ЛПС на Андайенге Недалеко Может быть будут Ловить антимага Но здесь уже Акс Акс у нас Должен был Видеть ЛПС Вижен для команды Дримгейминг В лесу есть Но под Сайленсом Здесь Развалили очень быстро Феникса Убивают также Андайенга На лохе Правда здесь Скайросмаг Погибает от Мумии Ну и Развалили Томп Стоун В итоге игроки Команды Дримгейминг Потеряли только Скайросмага Ну что Побежал на хосте Шторм Должен ловить Здесь Аэм Это же не проблема Маны правда Не очень много у Шторма Поэтому Ю9 решает Отправиться На мидлейн В любом случае Два в один Подрались В пользу команды Тонг Фу Нет 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 В пользу команды Дримгейминг Да Тонг Фу потеряли Двоих игроков А Дримгейминг Только Скайросмага Там оставили 3-6 Счет 3-6 Дримгейминг Давит И Антимаг В скором времени Начнет зарабатывать Много денег Сейчас Антимаг Ни о чем Немножко попозже Антимаг Станет серьезной Убийственной Единицей У Луны В это время Есть 1500 На руках После ПТ И базилки По нотворцу Давайте посмотрим 3700 Идет у нас Луна Антимаг У нас идет 200 Да Перефарм Почти в два раза Много Слишком много Чтобы быть правдой На 8-й минуте На 9-й Это действительно Серьезные показатели Шестой левел Есть уже у Луны У АМ А та же история Даже уже почти Восьмой У Антимаг Вот так вот По левелу Конечно АМ Хорошо себя чувствует Вывозит практически Всю команду Хоть Ну В преимуществ 850 По XP Dream Gaming А вот по голде Тунгфу посильнее 500 с копейками Для них Потому что Антимаг Попросту не фармит Пока Луна здесь занимается фармом Антимаг Такой крошки Со стола доедает После Феникса Что не успел добить Феникс То доедает у нас Антимаг У Луны 1700 на руках Ред Ну скорее всего По стандарту Доминатор Яши Манта Стайлы Потом Потом поговорим 700 по голде У Феникса На руках После Солу Ринга Ну Феникс Фармит Вообще Как сумасшедший Не должно так быть Фениксы не должны Так много денег иметь Но тем не менее У нас Четвертый на творчестве На карте 2700 У Антимага 2600 Феникс Фармит Наравне С Антимагом Не думаю Что это вообще Законно Лина Разультилась У нас В Андаинг Андаинг Отправляется В таверну Ну и Лину Вряд ли Отсюда Отпустят Куча мумий За ней И Келлинг Спри Луна Забирает Третий фраг Отдали Лину Ей И Рубик Умирает У нас От Феникса Ну и Андаинг Тоже погибает Но это уже Со стороны Команды Тонгфу В итоге Размен в плюс Для команды Тонгфу Это 100% 704 Заработали По голде 1300 По экспириенсу Немножко Где-то Но отковыряли Своё отставание 10 минут Сыграно По голде Тонгфу 1300 выигрывает По экспири Тоже вышли в плюс Хотя до этого Более 1000 проигрывали Выход от Реда На Первый Тауэр По нижней линии Люсин Бим Сам Акшен Поэтому близко Лучше не подходить К Луне Эклипс тут Чудеса отворит В последнем файте Мы это с вами Увидели Ну и по дэмэджу Тоже всё в принципе В порядке Сотню с копейками Имеет Нет не сотню Чуть меньше сотни Имеет У нас Луна Поэтому Поэтому опасно Например Рубику Например Скайрос Магу быть рядом С Луной Ждём появления Артефактов Прилетают Барабаны И Аквила Для Луны Неплохо Себя пробустило По дэмэджу Уже Сто с копейками Есть Люсин Бим Забирает здесь Айо И наверное Не проюзает У нас Люсин Бим Не получится Просто потому что Моментально Рассказ Организовали Игроки команды Тонгфу Кабу Через Finger of Death Снёс всё хп Рубику А Феникс Своё дело Доделал Ну у Феникса Мне интересно Что у Феникса По золоту И что по артефактам Почему ничего Не появляется 1800 на руках У Феникса Что за артефакт Тут может помочь Ему На ранних лвлах Реализовать преимущества Полученные вообще Зачем так много денег Отдали Фениксу До сих пор Не понимаю Лучше Феникс С деньгами В принципе Чем без денег Дримгейминг Денает Т1 на нижнем лайне Поэтому Поэтому По золоту Кажется Тонгфу Почти ничего И не вывезли Ставра Чуть-чуть Копейки Какие-то капнули У Андаинга Уже есть Две гантели Собираются Выйти ЛПС В Урн оф Шадоус Шторм спирит У нас Солл рингом Есть ПТ Есть Боттл И есть Нул талисман Ну и дальше Давайте смотреть У Феникса Появляется Мидас Тоже неплохо Не знаешь Что делать с деньгами Инвестируй Все Просто Обычное вложение Потрачу деньги Чтобы зарабатывать Больше денег У Лины Есть Аквила Есть Драма Фендеранс ПТ И 700 на руках У Андаинга Проблемы Андаинга Здесь накаляет Лина Так вот У Андаинга До урну в Шадоус Еще собирать И собирать Ну все Команду Тонгфу Посмотрели Давайте Дримгейминг Пробежимся Сразу по ним Аркан Буцы Есть у нас У Рубика Брасер Ну и все Больше ничего У Акса Даггер уже В принципе готов Правда Осталось только Купить его У Лины Фейсбуц До Юла Немножко Осталось Линьи Ну Немножко В размере Тысячи Антимаг Ринг оф хелс ПТ Пурменшилд Ну и чуть-чуть денег В принципе Скоро хватит на персик Одного крипа Осталось добить Ну а дальше Уже может появиться Баттлфьюри Но по таймингу Конечно Антимаг Очень Тупит И так далеко Находится у нас От Топ Топнетворца Что страшно Даже смотреть Скайросмаг Вообще без ничего Только Бутсов спид И Мантия Ну саппорт Есть саппорт Правда этот саппорт Два килла заработал У антимага По моему киллов нет Да нет до сих пор Три ассиста Было бы это Три килла Уже было бы поинтереснее Но у нас Антимаг У нас ассистент А луне дают убивать Три ноль Идет луна А им в свою очередь Идет с тремя ассистами Но С нолем Убийств Восьмого левела Луна Антимаг Должен повыше быть Да девятого Ближе к десятому Появляется даггер Для дримгейминг Пока нет Мощного Дэмэджа У антимага Он на самом деле Бесполезен Там Манавоид был В прошлом файте Но он ничего не сделал По моему кстати Даже Феникса Который уже Провязал супернову Раскастовал На сантимаг Свой ульт Все это выглядело Очень нелепо Печально И для команды Дримгейминг Закончилось Не на ура Мультиспауны Для Лины Я думаю Лина из леса У нас Собралась Вытаскивать Юул Ну и почему бы И нет В принципе Двойной Раскаст Тут пару раз Раскастоваться И проблем быть не должно А можно и не Раскастоваться Но Драгонслейв Один раз провязать Вся пачка упадет Лина еще и зря Наверное Танковала Тратила время Тратила хеллспойнты Можно было отойти И Не проседать По хп Теперь придется Отпиваться Что акса Подкопали у нас Супернова Пошла у нас От феникса Не решились Дримгейминг Разбивать у нас яйцо Ну и что И дальше файт Боллайтинг на Лину Лина на лоу хп Но уже рядом Со своими тиммейтами Уже не страшно Сильно надамаженный Дримгейминг Но в общем-то Друг другу близко ходят Один Скайросмак У нас не отошел Назад Непонятно Зачем здесь Остался проверить Где находится Тонгфу Сразу же Фингер оф Дес Скайросмаку С нами больше нет 320 За него заработали По золоту И всего 193 По экспириенсу Дешевый Дешевый Скайросмак В это время У нас Команда Тонгфу Перетягивается На топ лейн Точнее Не уходит Отсюда Диджи Отошли у нас До Т2 И теперь Мнутся с ноги на ногу Между Т1 и Т2 Не знают как подойти Под Сэйви Тауэр Никак собственно Вариантов никаких Падает Т1 На топ лейне Для команды Тонгфу Антимак в это время На миде У него есть ПТ У него есть Ринг оф Хелс Приобретает себе Квеллинг Блэйд Чтоб фармить было легче Смотрим Пока что АМ конечно не впечатляет Замес у нас в лесу Команды Дримгеймин Скайросмак Дал ульту И после этого Умер Пока что Размен 2 в 1 В пользу команды Тонгфу Ульта пошла от Луны В итоге Рубика тоже убили Это уже доминейтинг Для Реда И еще один килл от Реда Мега килл 5-0 идет Ред Луна в данном файте Ничего так Антимаг у нас Ни о чем А Луна Очень даже в порядке У Антимага Полторы тысячи На руках Надо приобретать Хоть что-то И возможно даже На Баттлфьюри Придется забить Все-таки Баттлфьюри Зарабатывает на 25-26 минуте Но это уже Издевательство Просто над собственной командой У Реда Есть Огрклаб Имеется Драма Фендеренс Рингов Аквила И готовится Луна Выйти в Блэкинг Бар Акс у нас Агрит на себя Реда Реда должны убивать Мистик Флейра Правда нет Но и без этого Развалят у нас Реда Акса тоже Скорее всего Здесь убьют Феникс Сан Сейчас упадет Да Феникс Сан падает На последней секунде Просто Феникс Докастовал свой ульт Развалили Также Рубика 3 в 1 Пока подрались Луну разменяли На очень важных персонажей И антимаг Бежать отсюда Маны не было У антимага Даже на блинк Томб стоит И 35 кп у Тавера Крипы должны заканчивать Здесь Тавер Или нет Или еще будут драться Есть шанс Тогда Фениксу Забрать Тавер Забейте вы на Игроков Забрали бы Тавер Получили бы кучу денег Ладно Не мое это дело В итоге Тонгфу Заканчивает этот файт В свою пользу 740 по голде Заработали по экспе В принципе Все очень ровно Получилось Два их потеряли Троих забрали 14-10 Тонгфу по золоту 5 с копейками По экспириенсу 4 тысячи Наконец-то Нашли себе Соперника Достойного Игроки Команды Тонгфу Хотя Казалось Что и Дримгейминг Накажет их В данной катке Как было В прошлой игре С командой Ньюби Янг У Шторма Уже есть Пойнт Бустер Есть Сул Ринг Поэтому ждем Появления Бладстоуна Оркит будет Попозже Но думаю Точно будет Есть кому Здесь рот Закрывать Скорее всего Антимаг Антимаг Предварительно Сетом Своим рот Себя закрыл Так вот Антимага Бросать Сайлент По-моему Самая прекрасная История Ну и Скарис Маг Тоже Совсем не лишнее Будет помолчать Скарис Магу Потому что Несмотря на то Что сам по себе Герой очень даже сладкий Разваливается Моментально Дэмэджа вносит Слишком много Учитывая Насколько он ватный Рецепт на БКБ Уже есть у Реда Осталось Тысячу нафармить До появления Митрил Хаммера Что по данному Матчу Матчу Вообще Можно сказать Преимущество Тонгфу Более чем Заметно Фишка в том Команды Тонгфу Что у них Луна Которая не зависит От артефактов Вообще В принципе Да В лейте Зависит Но На 17-18 Минуте Как таковые Артефакты Не нужны Луне Все делает Эклипс И Глайвы Все Больше Ничего Собственно И не нужно Антимаг Зависим От Денег Так Потом Расскажу Антимаг У нас Под Мистик Флеером И Фингер Оф Дес Спину Антимага Развалили Убили Также Акса Ну и Вот Собственно Да Что Рассказывать Я вам Все Покажу Это Это То Что Делает Луна Она Просто Включает Эклипс И идет Разваливает Команду Соперника Минус 5 Делает Команда Тонг Фу Тим Вайп На 18 С Половиной Минуте У Дрим Гейминг Огромные Проблемы В этом Матче Так Вот Касательно Луны Все Так Закончу Пока У нас Минус 5 Пока У нас Т2 Падает Ей Не Требуются Такие Вообще Артефакты От которых Так сильно Зависим Антимаг Антимагу Надо Баттлфьюри Ему Надо Манта Стайл Ему Надо Яша Чтобы Бегать Быстро Антимагу Много Чего Нужно Луне Ничего Подобного Не Требуется Ей Необходимо Нажать Одну Кнопку Которая Отвечает За Ультим Ультимативную Способность Ну и Люсин Бим Раздавать По чуть-чуть Где-то По кому-то И Для выхода В лейт У нее Есть Тоже Все Вот Так вот Антимаг Который Зависим От денег И зависим От Этемов Этих Этемов Не имеет А Луна Которая Независима От Денег Совершенно Гораздо Больше Антимага Зарабатывает 8700 Заработала У нас Луна От Реда Против 5600 От команды Дримгейминг И от Антимага Вот и все Проблемы Тот Кому Не сильно Нужны Деньги Имеет Этих Денег В 2 Раза Больше Чем Тот Кто Без Них Жить Не Сможет Злая Правда Жизни БКБ Готов Уже Для Луны Чем Сейчас Убивать Непонятно Там Хотя Была Надежда На Мистик Флеер Теперь Мистик Флеер Никому Не Нужен Разве Что Если Акс Ворвется До того Как Луна БКБ Провязает Тогда Тогда Да Тогда Можно Что-то Придумать Будет И Мистик Флеер Хотя Б Вкастовать Луну Ну На Это Наверное И Рассчитывают Если Вообще На Акса Загрится То Раскаст Очень Мощный У команды Дрим Гейминг Да Он Не Касается Всех Сразу Касается Всех Сразу Только Наверное За Счет Некоторых Скиллов Лины Драгонслейф И Под Лайт Страйкер Ну И Вместе С Мистик Флеером Вот А так В принципе Точечный Рассказ На Одного Кого-то Тоже Будет Убийственным Лагуна Блейд От Лины Если Мистик Флеер Будет Под Ногами Вообще Даже Лагуну Может Не Понадобиться Вот Где-то Покрыть Какую-то Большую Территорию Конечно Команда Дрим Гиминт Не Сможет То есть Нет Такой Глобал Стратегии Вот Поэтому Надо Одинокие Фраги Делать И За счет Них Пытаться Хоть Как-то Наверстать Потерянное А Потерянного Уже Десять Даже Двенадцать Тысяч По Золоту И По Экспириенсу Тоже Двенадцать С Копейками Тунг Фу Очень Уверенно Идут Артефакты Появятся У антимага Или Не Появятся Это Вопрос Конечно Но То Что У Тунг Фу Уже Все В Порядке Это Факт 1200 Уреда После Появления БКБ БКБ Пока Даже Не Заставили Юзать Последний Внешний Тавр На Топ Лейне Для Команды Дрим Гейминг И Уходят Уходят На реку Уходят На Рошана Игроки Команды Тунг Фу Роха Должен Падать Я не думаю Что Дрим Гейминг Такие Оторванные Полезет Сейвить Роху Ну Или Хотя бы Просто Сражаться За него Андайн Просто Как Я не знаю Как Шварценеггер В каком-то Фильме Терпит 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 Его Бьют А он Не Падает И Стоит Танкует Рошана Который Андайн Который Вообще Без Без Артефактов Здесь Толком Хелм Файрон Вилл Для Андайн Говорят Даже Боюсь Узнать Зачем Наверное Все-таки Подвое Лов Дискорд Луны 2000 Сверху Скорее Всего Будет Сейчас Яша Потом Вот Пожалуйста Не успел Сказать Уже Есть Яша Да Для Луны Летит В Курьере Ну и Шива Сгвард Уже Для Феникса Как же Плохо Все У команды Дримгейминг На самом деле Те у кого Артефакты Данные Могли Минутик Сороковой Появиться Покупают Эти артефакты На 22 Минуте Феникс С Шива Сгвардом Ровно В тот Момент Когда Антимаг Покупает Себе Баттлфьюри 23 Минута Антимаг Приносит Себе Баттлфьюри По Нетворцу Антимаг Конечно Вообще Ужасен 8900 У Феникса Он на третьем месте Всего лишь 7200 Для Антимага Взяли Героя Который По сути Сейчас Бесполезен Ну что Антимаг Готов Драться Здесь С Ю19 И куда АМ девается АМ у нас Уходит В итоге На Хайграунд Потому что Здесь Ред Чудеса Какие-то Ацкие Творец Забирает Антимага Ред Убивает Всех За счет Эклипса Плюс Ю9 Здесь Настил Неплохо 12 Уже Зарядов В Бладстоуне Дальше Погоня за Аксом 13 Заряд Для Ю9 И вообще Даблкил И Устапабл Стрик И все Это Очень Плохо Для команды Дримгейминг Надо Собраться И попытаться Во второй Игре Не повторить Свои Ошибки Сейчас По-моему Для них Уже все Закончилось Но Пока что Магу Он собрал Баттлфьюри И команда Его пишет Good Game Well Play Поздравляем Тонгфул Закончилась Полоса Неудач Для них Две Проигранные Катки Команды Ньюбивай Не превратились В третью С проигрышем От Дримгейминг Хотя Начиналось Все Очень Даже Нерадужно Для команды Тонгфул Поздравляем Их с победой Ждем Следующую Игру Напомню Это катка В формате Best of 2 Вот Поэтому Услышимся Через 2-3 минуты Пока что Не переключайтесь